Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Меня зовут Сергей Бархатов, сегодня в выпуске. Активисты хотят восстановить вековые борисовские печи. Дольщики Меркурия продолжают бороться за свои квартиры. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в самом разгаре. В Башкирском университете обучаются студенты из 30 стран мира. В Башкирии идет снижение объемов строительства жилья. Особенно резкое падение произошло в этом году. Причиной стал новый федеральный закон, защищающий права дольщиков, но значительно ужесточающий требования к застройщикам. Многие компании не в силах их выполнить, поэтому вынуждены уйти с рынка, что соответственно подстегнет и цены на квартиры. Они, кстати, уже начали расти. По данным Башкортостан-Стата, один квадратный метр первички стоит около 52 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, это больше на 1,7%. Сегодня обеспеченный жильем в Башкирии порядка 25 квадратных метров на человека. В Норвегии, для примера, 74 квадратных метра. В Европе около 40. Наша страна вновь в не лучшем положении. И, как считают эксперты, дело в недостаточном государственном контроле. А дольщики продолжают бороться за свои права. 7 лет назад приобрести жилье для многих из них казалось большой радостью. Но теперь застройщик и его клиенты встречаются в суде. Более 800 человек оказались обманутыми. Перед зданием суда они вышли на пикет, чтобы попытаться вновь привлечь к себе внимание властей. Очередной раз привлекаем внимание, просим о помощи в получении наших собственных квартир. Мы просто так не сидели, везде обращались, везде писали. Власти обещают, делают видимость, похоже, чтобы нас успокоить. Какого-то движения, каких-то результатов, как не было, так и нет. Знаете, мы хотели, чтобы дочь после роддома приехала в новую квартиру, в чистую, потому что мы живем в частном доме, у нас нет условий. А ребенок так и вырос. По квартирам посъемным у него нет дома. Нам ведь много не надо, нам вот дайте землю, дайте мы сами достроим. Напомним, что уже состоялся районный суд. По его решению представителей компании «Меркурий» приговорить к 4-5 годам лишения свободы в колонии поселения. Однако потерпевшие с этим решением не согласились и подали апелляцию. Их судьба должна была решиться 19 октября в Верховном суде Республики Башкортостан. Однако один из подсудимых неожиданно заболел и заседание пришлось отложить. Мы уже с ними судимся целый год. Сейчас наконец дошли мы до Верховного суда, но почему-то у нас до сих пор эти подсудимые, во-первых, не сидят. Хотя решение приняли с июля месяца, у них должно быть поселение. До сих пор они не сидят, тянут время и находят причины, чтобы продолжать свои свободные, так сказать, похождения. У нас вот из других городов приезжает потерпевший, из других районов в Башкирию приезжает потерпевший. Мы отпрашиваемся с работы, приходим сюда и получается, что ничего нет, да, ничего не решается. И мы опять уходим, ни с чем, так сказать. А ВОЗ и ныне там. Теперь суд запланирован на 9 ноября. Мы будем следить за развитием событий. Надбавки на овощи в магазинах достигли 60%, а на молоко и мясо лишь 20%. В торговых сетях это объяснили тем, что овощи на прилавках всегда должны быть свежими, а мясо и молоко хранятся дольше. Причем наценку в магазинах делают в основном на отечественные товары, тогда как на импортные таких надбавок нет. Также статистики озвучили новые данные мониторинга цен в республике. За неделю больше всего подорожали макароны, почти на 2%. На 1,5% в цене вырос рис. В перечень подорожавших продуктов попали также куры, рыба, пшено, сметана, соль и гречневая крупа. Зато подешевели лук, яблоки и картофель. Активисты из Уфы и Белорецкого района своими силами хотят восстановить борисовские печи. Напомню, в начале октября их разрушил предприниматель из Инзера. До этого момента печи простояли больше двух веков. Какой ущерб нанесен известной туристической достопримечательности и главное для чего узнала Алина Таюпова. На Айгир Андрей приезжает часто. 12 лет назад он с ребятами восстановил вторую печь. Они занимаются шотландскими танцами, поэтому и домик сделали в этом стиле. Восстанавливали по технологии старинных мастеров. Это печи углежогов каменные. Камень брали с соседних склонов за рекой Айгир. Дальше по реке Айгирке существуют еще Красновские или Красовские, Лисовские печи. Все они получали название по фамилиям тех семей, которые работали. Из всех печей, которые существуют вообще в сохранившемся виде, борисовые печи являются самыми пешехододоступными. То есть они располагаются от станции Айгир в двух-двух с половиной километров. Существует лесовозная дорога, вдоль которой пробита тропинка. Эту дорогу разбили лесовозы, а рабочие сломали первую и третью печи. Выяснили мы, куда вы камни-то подевали? Куда? 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 Колью засыпали. В колею засыпали. Ваш булат сам это рассказал об этом. Поехал в НЗР, нашел этого начальника их, добился от него ответа. Оказывается, они пригнали фискер, это такое устройство для захвата бревен. Захватили камни и вывалили весь этот камень в колею, которую разбили с альжесами. То есть попытались сделать отсыпку, чтобы не вязнуть там. И когда трактор проезжает, слышно, как он крошит этот камень, который там у него под гусеницами. Но результаты рабочие все равно не добились. Машины продолжали вязнуть в грязи. Потери от действий вандалов, по словам Андрея, составили от 40 до 80 процентов. И скорее всего, никакого наказания им не грозит. Печи не являются объектом культурного наследия. Их обследования никогда не проводились. Разве что туристами, которых здесь немало. Жалко, конечно, исторический объект. Если это по документации не является историческим, это не значит, что можно сносить. Каждый объект нужно беречь. Это наша история, история нашей Родины. Но предприниматель из НЗР Абулат Байбурин, видимо, не уважает не только историю, но и труд других. Несмотря на то, что его рабочие занимаются заготовкой леса, дров им не хватило. Они распилили забор, который сделал Андрей. Две недели назад пообещали восстановить. Сломали и мебель внутри домика. А тростник, который Андрей заготовил для крыши, разбросали. Сейчас он снова наводит порядок. Берется тростничок, или солома та же. Складываем жесткими концами тоненькие коцы в стороны. Раз, зажали, начинаем скручивать. Технологию изготовления снопов Андрей вычитал. А четыре года назад даже посадил специальный тростник. Будущей весной он планирует собрать волонтеров, чтобы вместе восстановить борисовские печи. Поддержать их готов и директор базы Айгир. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте. Я лично разговаривал с Булатом, руководителем лесорубов. Его логика проста и понятна. Он и знать не знал ничего о ценности этих камней. Разрушитель печей Булат готов помочь нам техникой. С нашей стороны, мы могли бы предложить проживание для волонтеров на турбазе, подать на грант, оформить документы. Но для этого нужна будет ваша помощь. Все же нарушения со стороны предпринимателя есть. Для обработки бревен должна отводиться специальная площадка. Рабочие устроили ее около борисовских печей. Сейчас этим вопросом занимаются белорецкие отделы лесного и пожарного надзора. Но экспертного заключения от них наш телеканал пока не получил. Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве 21 века. Вопросы религии и образования обсуждают в Уфе на международной научно-практической конференции. В столице Башкирии форум проходит уже в десятый раз. В этом году на него съехались более 500 делегатов из России и Ордании, Туниса, Турции, а также стран СНГ. Проблемы, ставящиеся на конференцию, очень важны. Это и исламское образование, которое в настоящее время, мы видим, очень бурно развивается. Безусловно, сопряжены с этой проблемой проблемы профилактики экстремизма. В целом, наш университет совместно с Российским Исламским Университетом выстраивает многоуровневую систему исламского образования, которую, как мы понимаем, позволят нашей стране в целом продолжать очень поступательное, бесконфликтное существование. В рамках конференции состоится подписание договоров между российским и киргизским исламскими университетами, а также БГПУ и киргизским национальным университетом. Кроме того, в программе форума сессии, мастер-классы и круглые столы на пленарном заседании Верховной Муфтии России отметил необходимость воспитания нового поколения имамов и духовных наставников, которые могли бы прийти на смену действующим священнослужителям. Сегодня около 60% из них – люди весьма преклонного возраста. И сегодня мужественно и с искренним старанием продолжают исполнять свой священный долг служения вере и отечеству, противостоят попыткам экстремистов и последователей различных радикальных течений извратить нашу истинную веру, разрушить мир и согласие народов и последователей традиционных религий нашей отчизны. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студенчества в самом разгаре. Идея проведения масштабных молодежных форумов возникла еще после окончания Второй мировой войны. В России за всю историю фестиваль проходит в третий раз. В нем принимают участие лучшие представители разных стран – преподаватели, студенты, политики, ученые, культурные и общественные деятели. Делегаты в рамках региональной программы уже познакомились с Санкт-Петербургом, Севастополем, Калининградом и другими городами. Основные события фестиваля, конечно, проходят в Сочи, где в эти дни находится и наш корреспондент Алина Гребешкова. Она поделилась своими впечатлениями. Этот фестиваль может стать самым масштабным в истории движения. 25 тысяч молодых профессионалов и студентов из 180 стран приехали в Сочи, чтобы обсудить, как защитить мир, а также будущее науки, образования, экологии, общества, проблемы и пути их решения. Все мероприятия проходят на территории Олимпийского парка, который в состоянии внести такое количество людей. 50 тысяч человек – это участники, волонтеры, техперсонал, гости и организаторы. Кстати, башкирская делегация – одна из самых многочисленных. На фестиваль приехали более 250 человек. Международный молодежный кинофорум, фестиваль современной джазовой музыки, театральные показы, танцевальная академия и библиотека будущего. Перечислить все невозможно. Только дискуссионная программа включает более 400 мероприятий. Основная сложность для участников – это везде успеть. Добавлю, что фестивали – это уникальная возможность найти новых друзей, наладить деловые контакты и познакомиться с другими культурами. Участники фестиваля передают привет Уфе. В Башкирском медицинском университете обучаются студенты более чем из 30 стран мира. Деканату по работе с ними всего год. Как будущие врачи Колумбии, Африки, Индии, Кореи, Таджикистана и других стран выживают в России и о чем мечтают, узнала Гульфия Мухаммадшина. Колумбийка Джессика Мендоза хотела круто изменить свою жизнь. Поэтому, когда пришло время поступать в университет, отправилась на его поиски в интернет. Выбор девушки пал на БГМУ. Она полюбила Уфу, как только приехала. Джессика говорит, что ее призвание – стать гинекологом. После окончания университета она хочет вернуться в Колумбию. Эммануэль Асей родом из Ганы. Молодой человек учится в Башкирском медуниверситете уже год. В Гане солнце светит почти постоянно, а здесь пришлось привыкать к снегу. Но зима не испугала будущего доктора. По словам Эммануэля, самое сложное для него – освоение русского языка. Однако студент старается, ведь его мечта – стать хирургом. А вот Снеха Наир, напротив, холодами не напугать. В Индии, откуда девушка родом, очень жарко, а климат Уфы ей пришелся по душе. Самый сложный, но в то же время самый любимый предмет – анатомия. Медуниверситет набирает популярность у зарубежных абитуриентов. Если до открытия деканата по работе с иностранными студентами на первом курсе их было около 30, то в этом году – 338. Однако отбор жесткий. В Башкирии принимают только лучших из лучших. Образование – это движущая сила прогресса, стратегического благополучия страны. Мы хотим расширяться. Мы сейчас ведем преподавание на английском языке только по специальности лечебное дело. Мы хотим открывать другие специальности – формацию, стоматологию на английском, потому что это вопросы рынка. То есть, если мы не сделаем, сделает кто-то другой. В перспективе – очень долгосрочные, франкоязычные программы. Но пока это в очень отдаленном будущем. Каждый студент планирует будущее по-своему. Одни хотят остаться работать в Уфе, другим – по душе покорять столицы России, кто-то хочет вернуться на родину квалифицированным врачом. А в планах факультета – расширить подготовительное отделение, чтобы иностранцам было проще адаптироваться в новой среде. Гульфия Мухаммадшина, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. Правительство собирается внести поправки в правила работы системы Платон. Они направлены на борьбу с нелегальными свалками. Предполагается, что система будет отслеживать передвижение мусоровозов. По данным оператора, всего в России эксплуатируется примерно 12 тысяч таких машин. Правда, эксперты считают, что выявление несанкционированных свалок мало будет способствовать их ликвидации. Проблема в том, что государство практически не регулирует этот бизнес. В масштабах страны просто не ведется статистика незаконного сброса мусора. Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Уфе. По данным ГИБДД, в Уфе только за этот год угнаны и похищены 266 машин. 190 из них возвращены владельцам. Чаще всего угоняют автомобили марки ВАЗ, на втором месте – Тойота, на третьи лады. По цвету угонщики предпочитают черные, белые и серебристые машины. В среду на дорогах республики зарегистрировано 6 аварий. Подробности в обзоре дорожных новостей. И снова под колеса попал пешеход. Вечером на дороге Уфа Оренбург мужчина за рулем Митсубиси Каризма наехал на 24-летнего жителя Хайбуллинского района, который предположительно стоял на проезжей части. Пешеход отделался испугом и легкими травмами. Очередной пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте. На улице Первомайской автомобиль Лада Приора сбила пешехода. Он госпитализирован. Данная улица города славится своими безрассудными пешеходами, которые постоянно пытаются ее перебежать. Еще одно ДТП на улице Первомайская произошло рано утром. Автобус ПАЗ и Рено Логан не поделили дорогу. После столкновения легковушку отбросило на газон. Ее водитель доставлен в больницу. Серьезное ДТП на проспекте Салавата-Юлаева. По предварительным данным водитель газели остановился, чтобы сменить колесо, но не удосужился выставить предупреждающий знак. В результате в него влетела Тойота Хайлендер. Хотя время уйти на другую полосу у нее было. Водитель газели госпитализирован. Не забывайте соблюдать дистанцию и будьте бдительны. И тем более не совершайте таких поступков, как этот водитель. Любой маневр должен быть безопасным. К счастью, в этой ситуации все обошлось. В этот раз в рубрику Автохам попал хитрец, который хотел объехать пробку по трамвайным путям. За что и поплатился. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru. Московское кафе предложило клиенткам скидку за размер груди. Шумиха вокруг необычной акции привлекла и нашего гостя из Сербии Мирку Здравича. Смотрите из России с любовью. Здраво! Пользователи социальных сетей обратили внимание на рекламную акцию московского кафе «Движок», администрации которого предложила клиенткам скидку согласно размеру их груди. Предложение было опубликовано в инстаграм-аккаунте заведения. Администраторы сообщили, кто сказал, что мы не делаем трогательных акций, дайте кассиру взглянуть на вашу грудь. Я не должна доказывать это, смотри сам. Не могу разглядеть как следует. У меня размер груди «Б». Докажи. Скидка до 50%, по 10% за размер. Такая вот простая арифметика. Впрочем, у многих пользователей сети акция вызвала кучу негатива. Администрацию обвинили в сексизме и потребительском отношении к женским прелестям. Вскоре инстаграм удалил запись и зажало пользователей. А администрация кафе написала, что их неправильно поняли. Нам очень жаль, если эта затея кого-либо оскорбила. Мы преследовали совсем иную цель. Говорится в сообщении сети. Впрочем, проблема сексизма остро вспыхивает в сети отовсюду. Вот, например. Голландская студенка в течение месяца размещала в инстаграме фотографии с мужчинами, которые галантностью не отличались. Они выкрикивали ей непристойные комментарии, а она делала селфи с ними. Так она решила показать, как женщины ежедневно превращаются в сексуальный объект. Хватит это терпеть! Однако многие отмечают, что проблемы в этом никакой нет. Тем более, что 48 девушек все же воспользовались акцией кафе. Да и вообще, мол, тема женской груди, наряду с котиками, никогда не исчерпает себя. Десять минут полуголых теток? Да бросьте! Что в этом не было? Опомнитесь! До скорых встреч! На территорию республики начнет поступать холодная арктическая масса. 20 октября возможен небольшой дождь, местами со снегом. В ночные и утренние часы гололедятся. Такая погода сохранится и в начале следующей недели. В Уфе, по данным сайта meteoproplan.net, ночью и утром около 4 тепла, днем 5-6 градусов, а к вечеру плюс 3. Одевайтесь теплее, всего доброго и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова